В Ненецком округе продолжается подготовка к новому учебному году. На днях представители Департамента образования, культуры и спорта осмотрели образовательные учреждения Харуты. Особое внимание уделили детскому саду. Алина Волчейская продолжит. Это ясная. За 10-10. 30 харутинских дошколят в этом году отпразднуют новоселье. Правда, вынужденные. Да и переезжают они отнюдь не в новый детский сад. Временным пристанищем для малышей и педагогов станет начальная школа. Здесь уже все готово к приему воспитанников. Покрашены стены, застелен линолеум. А вот в старом здании работы еще не початый край. Два корпуса 60-х и 70-х годов постройки в плачевном состоянии. Завершить ремонт должны к декабрю. Только подрядчиках арутинцы не видели, не слышали. На телефонные звонки никто не отвечает и сами не отзваниваются. Ну, во-первых, потеряно большое время по воде. Вот в этом вся и проблема. Завезет, не завезет, это, как говорится, скорее всего, не успеют завести по воде. Ответственный за ремонт объекта сотрудник подрядной компании из Архангельска прибыл в Харуту вместе с представителями окружной власти. Правда, внятно ответить на вопрос, когда начнутся работы и в какие сроки доставят стройматериалы, мужчина так и не смог. Пока предварительные договоры достигнуты, нас ждут. Честно, некомпетентно, потому что отделоснабжением занимается доставкой и всем этим. То есть информация, которая у меня есть, то, что горжа вот сроки до 18-го, груз они формируют на Архангельске, автомобильный транспорт, он идет до Печора, из Печора идет сюда. Давайте реально говорить, вы же не сделаете. Даже если вы завезете груз, что маловероятно, исходя из того, что говорят местные жители, сроков завоза, вы не успеете сделать сад. В среду, пожалуйста, передайте, чтобы он график производства работ в днях был. Также в ходе рабочей поездки представители власти совместно с сотрудниками Госпожнадзора и Роспотребнадзора проинспектировали здание Харутинской основной школы, сельского дома культуры и библиотеки. В рамках подготовки к новому учебному году подобные выездные проверки будут проводиться в каждом образовательном учреждении. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», поселок Харута, Неницкий округ.